Здравствуйте! Я Лилия Игликова. О том, что труднее, войти в ЕС или выйти из него, говорим с экономистом Макбатом Спановым. Макбат, здравствуйте! Проблемы на кыргызско-казахской границе продолжаются второй месяц. Казахстан ужесточил контроль за товарами, поступающими из Киргизии. Ужесточил именно из политических соображений, так уверенные в правительстве Киргизию. В Кабмине Казахстана просят Бишкек не политизировать ситуацию. Есть ли у вас другое объяснение, почему карантинные объекты, такие как червяцы Камстока, восточные плодожорки, азиатские ягодные дрозофилы, стали вдруг обнаруживаться в экспортной продукции именно после конфликта от Амбаева с президентом Казахстана? Ну, знаете, эта ситуация не нова. Очень часто бывает так, что когда расходятся взгляды и отношения, то находятся всегда какие-то веские причины, чтобы поставить друг друга под определенный контроль. Касаясь первого ответа на ваш вопрос, легко ли выйти или легко ли зайти, что, конечно, вступать куда-то легче всегда. Выйти намного всегда сложнее. Даже по регламенту о том, что страна будет выходить с ЕАЭС, то там действительно необходимо пройти определенный круг, я бы назвал бы, ну не круг, но определенный круг согласования интересов для того, чтобы выйти. А это для той страны, которая будет выходить, она окажется недешевым способом. С другой стороны, то, что касается конфликта Казахстана и Кыргызстана, ну это не первый конфликт, единственное, то, что здесь очень явно вышло наружу все это, это связано больше всего, мне кажется, с таким не чисто экономическим и политическим, а именно политэкономическим взглядом. Потому что сама по себе проблема, она очень достаточно сильно назревала. Другой вопрос о том, что повод дали сами Кыргызстан очень хороший. Я бы здесь, знаете, с чем это связал, такие конфликты мы видим нарастают в мировой политике повсеместно, будь то отношения, например, Соединенные Штаты Америки, другие страны или Франция с кем-то. Я связываю это тем, что во власти пришли несистемные политики, которые свои взгляды подкрепляют собственным опытом и собственным состоянием. То есть, и они считают, что та сложившаяся политическая система, она уже не работает в мире, и они хотят принести что-то новое. А Тамбаев, он посчитал, что то, что он как бы уходящий президент, то, что у него есть определенные наработки, некорректно выразится по отношению к нашему президенту. Да, мы можем относиться к нашему президенту по-разному, но здесь вопрос, оценку нашему президенту может давать только население Казахстана, но не как президент Атамбаев. Соответственно, эти вопросы должны были решаться все-таки в тишине. Когда такие вопросы серьезные, они всегда решаются на уровне дипломатии, на уровне переговоров. Он перешел определенную грань, соответственно, и получил ответ пощечину. Все логично. На примере Кыргызстана можно ли сделать какой-то вывод в Евразийском экономическом союзе, что первостепенно, политика или экономика? Я вам так скажу, что я всегда выступал за интеграцию, я не вижу альтернативы ЕАЭС. С одной стороны, у нас было несколько вариантов или нам идти в свободном плавании самостоятельно, или идти в рамках развития китайского пути, что для нас неприемлемо. Самый лучший путь, это, конечно, Центрально-Азиатский союз, но учитывая амбиции наших лидеров, этот путь в ближайшее время, наверное, еще долго будет для нас закрыт. Я думаю, во многом то, что сейчас происходит, играет амбиции. Амбиции. С одной стороны, Россия взяла на себя определенную ношу в рамках как локомотива ЕАЭС, но она, к сожалению, не выдерживает этого. С другой стороны, те страны, которые входили в ЕАЭС, у них были слишком завышенные ожидания. И я считаю, что все-таки здесь больше политики, потому что само формирование и подготовка организации ЕАЭС, оно шло ускоренными темпами и не было ни проработано, ни экономически, ни научно, ни политически. Особенно меня не устраивает то, что такой серьезный вопрос, как вхождение в другую организацию, где мы делегируем часть своих полномочий, часть своего суверенитета, не прошло через референдум. И, соответственно, население Казахстана, ну и население Киргизии, население России, оно видит в этом, в первую очередь, угрозу для собственной жизни, собственных доходов с точки зрения обеспечения экономических. Поэтому они всегда, когда приводят доводы, какая страна выиграла или проиграла, каждая страна говорит о том, что она проиграла. На самом деле проигрывают все. Но, опять же, Россия на себя взяла слишком большую ножку, как локомотив, и в то же время она не выполняет обязательства. С Казахстана и с Беларуси, если честно, спрос не очень большой, потому что мы все-таки ведомы. Россия экономически, политически, она намного мощнее, и, соответственно, она должна была решать эти вопросы. Это один момент. Второй момент. В Казахстане и в других странах очень слаба научная база, экономическая база. Поэтому Россия, используя свой научный потенциал, она, конечно, просчитывала многие варианты. Мы не можем противостоять давлению России. Соответственно, вот эта антисанкционная программа, которая была принята в России, да, заметьте, с нами никто не советовался, хотя голоса у нас равны. С нами никто не советовался, и мы оказались в санкциях в противовес западным странам. Кого здесь винить? Здесь винить некого, кроме наших руководителей, которые подписали этот договор. Как вы считаете, почему именно в ЕАЭС без согласованной политики невозможно какие-то нормальные рыночные отношения? Почему какая-то несогласованность всегда перерастает в конфликт? А это, знаете, это везде согласованность. Видите, я сказал вначале, что большие ожидания у тех иных стран. Понятно, что у нас общая история, у многих стран общие границы, структура экономики взаимоувязана была еще с советских времен. Теперь же, видите, любой руководитель, пришедший в нашей стране к власти, да, руководитель, он должен оперировать определенными экономическими достижениями. Если этого не будет, соответственно, будут задаваться вопросы. Такие, нужные, ненужные. Но у населения всегда возникает резонный вопрос, что дало нам конкретно вступление в этот ЕАЭС. И, к сожалению, мы видим, что в основном, основная масса населения негативно воспринимает, потому что, во-первых, ухудшилось в целом социально-экономическое состояние в стране, это раз. Второе, снизилась покупательная способность. И третье, что некоторые страны, используя свой экономический вес, некорректно ведут себя в других странах. Поэтому такие негативные вопросы не возникают. Вы заговорили о контроле со стороны России, поэтому мой следующий вопрос такой. По некоторым данным, Киргизия по заниженным тарифам производит растаможку китайской продукции и гонит ее на рынок ЕАЭС уже совсем по другим ценам. Вопрос, где же контролирующий орган, который должен этим заниматься, и почему эта информация тоже выползла именно сейчас? Знаете, здесь вопрос, с одной стороны, да, цифры наш премьер приводил о том, что Киргизия по их меркам завозить, это будет свыше миллиарда долларов продукции. По данным китайской стороны, это около пяти миллиардов. Здесь, конечно, вопрос методологии, подсчета. Это один момент. Но у нас, например, я не знаю, в Казахстане или, например, в Кыргызстане или, например, в той же Армении, есть ли научные институты, которые занимаются именно научной проблемой ценообразования. Это один вопрос. В России они еще, наверное, к счастью, для них сохранились. У нас эта проблема вообще не поднимается. Это один момент. Второй, конечно, есть доля справедливости, потому что, в принципе, такое же соотношение и такие претензии предъявлялись и к нам, со стороны России. С одной стороны, товары завозились по одной цене, по китайским данным совершенно по другой. Это, в целом, такая, я бы сказал, политическая, даже общая методологическая проблема для всех наших стран. Но, с другой стороны, понятно, что каждая страна пытается использовать свои преимущества. С этой точки зрения, я думаю, вопрос резонный. Но, опять же, кто как считает. И, естественно, претензии, Кыргызстан тоже к нам может предъявить претензии. Другой вопрос, что это должно было обеспечиться. А то, что это вылезло наружу, потому что скандал вылез наружу. Он даже стал больше не политическим, экономическим, а, я бы сказал, личностным конфликтом наших руководителей. Вот поэтому все сейчас всплывает. Будут вытаскивать любую, я бы сказал, инициативу, или любой конфликт, или любую недоработку для того, чтобы выставить на счет в качестве противовеса другой стороне. Но страдают рядовые граждане. Кыргызстанцы, вышедшие на пикет, заявили, что потребуют выйти из ЕАЭС, если проблемы на границе не будут решены. Если в Кыргызстане заговорили о выходе из ЕАЭС на уровне рядовых граждан, то в Армении этот вопрос был поднят депутатами. Армения не только не получила каких-либо льгот, но и лишилась возможности и права договариваться о режиме свободной торговли с другими значимыми субъектами мировой экономики. Вот такие доводы приводятся. Грузия, например, имеет соглашение о свободной торговле со странами СНГ, с Европейской ассоциацией свободной торговли, с Китаем. Низкие таможенные тарифы действуют в торговле Грузии с США, Японией и Канадой. Кроме того, действует режим свободной торговли с Турцией, Азербайджаном и Арменией. Богатый список. Если взять Украину, то она тоже продвинулась в свободной торговле. У них есть взаимоотношения с 45 странами мира, в том числе, помимо ЕС с Канадой, с рядом балканских стран, которые пока не являются членами ЕС, и с другими. Может быть, действительно члены ЕАЭС больше теряют, чем получают от этого членов? Вы очень хороший пример привели, эти страны Грузия и Украина. Но, опять же, если брать с точки зрения экономического развития, мы же видим, что уровень экономического развития этих стран очень низкий. Особенно очень сильное падение ВВП в последнее время было, как правильно говорить, в Украине. Чтобы не обижать их, в Украине. От того, что наличие свободной экономической связи, это не говорит о том, что страна экономически развивается. Ну, то, что касается, например, я могу сказать наших коллег по странам ЕС, я как ученый скажу, что да, в Киргизии, конечно, может население по трех пути, но туда в последнее время не забывают, что около 800 тысяч, это почти пятая часть трудоспособного населения, она работает или в Казахстане, или в России. Легко ли ей будет работать? Что касается Армении, я тоже изначально поддерживал нашего президента, я был, если честно, противником вступления Украины, потому что у нее есть большая нерешенная проблема, связанная с Нагорным Карабахом. И то, что сейчас депутаты армянские требуют открыть, это как раз именно связано с Нагорным Карабахом. Потому что, когда Армения вступала, там было четко оговорено об отношении и регламенте работы с Нагорным Карабахом. Казахстан не признавал и не признает эту территорию. Армения, тут движется уже, видите, больше такие политические причины. Экономика должна быть экономикой, да? Но, опять же, я говорю, что чисто экономических или политических причин мало очень бывает, это все политэкономические причины. Как это будет дальше идти? Все будет зависеть от наших лидеров. Смогут договориться, тогда будет дальше идти. Но, опять же, я говорю, что ни в России, ни в Казахстане, ни в Киргизии, ни в Армении, ни в Беларуси не было референдумов по этому вопросу. Соответственно, оперировать поддержки населения с точки зрения политики руководителям это неэтично. Они должны, если они заварили ту кашу, то есть они должны решать, чтобы население было хорошо, чтобы наша экономика развивалась. Только один ответ у меня. Хотя, я вам, опять же, повторюсь, что я выступаю за интеграцию, но интеграция должна быть проработана. Мы слишком быстро начали интегрироваться, хотя та же европейское сообщество, вот, реально на соседний пример, они интегрировались 67-го года. То есть они потратили почти 35 лет, 30 лет, да, чтобы дорасти до Европейского Союза. Мы же буквально 3-4 года пытаемся создать идеальную систему. Такого не бывает. А если бы провести референдум в Казахстане, как вы думаете, какой результат мы бы получили? И вообще, почему такие вопросы должны решаться путем референдума? Ведь это чисто экономические вопросы. Нет, это не чисто экономические. Здесь нужны какие-то расчеты. Здесь не чисто экономические, это же полностью политика. Мы делегируем часть полномочий решения Евразийской комиссии, именно связанной с экономикой. Будет на базе создания ЕС, будет создано несколько общих рынков. Это полномочия решения внутри страны. То есть для того, чтобы мы делегировали эти полномочия, должно быть согласие. Но если согласия внутри нет, как можно требовать с населения, если не спрашивали, чтобы они поддерживали эти вопросы? Какая-то часть будет поддерживать, потому что у них легче бизнес развиваться в России, или россиянам легче развиваться в Казахстане. Но основная часть населения, она не видит такого явного экономического улучшения в социальной жизни. И, соответственно, они обвиняют в этом той интегрированной структуре, интегрированные процессы, которые происходят. Хотя на самом деле это не так. Хотя на самом деле, с моей точки зрения, не так. Это небольшой вопрос, это большой серьезный вопрос. У нас, к сожалению, власти иногда узурпируют принятие решений. Я могу сказать, это и в связи с тем референдумом, который не был в 2016 году по изменению Конституции. Это вообще святое. И требовать поддержки от населения тех реформ, это, наверное, тяжело будет. Потому и мой вопрос прозвучал так. Ведь население может ошибаться. Да. Вы знаете, такой вопрос уже я для себя задавал. И такая ситуация в стране была. В 1992 году, когда разводился Советский Союз, что сделала наша власть? Она взяла на себя ответственность. И буквально шоковая терапия нас вытолкнула в рынок, да? Мы побарахтывались с населением, побарахтывалось лет 5-6. Но потом она поняла одну вещь. Та система, которая раньше была, это называлась система социальной защиты. Далее государство перешло к системе социальной помощи. И население поняло, что на государство надеяться нельзя. Надеяться нужно только на самого себя, на свои силы. Соответственно, и дальнейшее развитие происходило на этом фоне. Опять же, сейчас, когда развивается гражданское общество, когда в рамках глобализации открытой границы мы можем сравнить, мы увидим, сравниваем все. Тогда же все закрыто было, мы не знали, что такое рынок. Теперь мы это все видим, все это знаем. Соответственно, и надо развивать гражданское общество. Развивать не квази-государственные структуры в виде общественных советов, которые ничего не решают, и вообще роль их вообще непонятна. А именно элементы гражданского общества, блок-контроль гражданский. А для этого надо развивать гражданские институты, независимые прессы, независимые суды. То есть это уходит еще в проблему глубоко, далеко, внутрь туда. То есть, как бы такая, с одной стороны, небольшая причина, но на самом деле огромная глубина этого вопроса, она может нас далеко-далеко увести в той стране, когда надо принимать ответственные решения. И еще один вопрос. Первым о возможности выхода из ЕС заговорил Минск еще года два назад. Но, наверное, не само заявление официального Минска интересное здесь, а то, как комментируют это предложение в России российские эксперты. Источник информагентства «Регнум» прокомментировал ситуацию так. Если руководство Белоруссии решило пойти таким путем, путем выхода на тропу экономической войны, то никаких вопросов данная стратегия развития белорусского государства вызывать не будет. А почему, собственно, экономической войны? Войну никто не объявлял. Это свободное решение государства. Мое личное мнение, Минск использует внерыночные методы регулирования. Учитывая то, что, я говорю, как любой руководитель отвечает за социально-экономическое положение в стране, Минск начал испытывать определенные проблемы в экономическом развитии. Соответственно, он поставил вопрос так. Я дружу с Россией, я предоставляю определенные уступки в рамке размещения военных сил, размещения трубопроводов, еще какие-то вещи. То есть Россия, соответственно, за это должна платить. Россия за это платить не хочет. Она апеллирует к совершенно другим, возможно, экономическим, рыночной экономикой. Но в то же время они давят внеэкономически. То есть, знаете, это как вечная борьба, кто прав, кто виноват, и что делать. Это, наверное, вопрос будет всегда возникать. Я считаю, что изначально Евразийский экономический союз, в том виде, в котором он сейчас подготовлен, он не был проработан, и действительно не было согласия всех стран, реального, изнутри, с населения, чтобы этот вопрос дальше прорабатывался. Но политики приняли решение, и, видимо, нам надо это выполнять. Но вообще интересное, конечно, мнение российских экспертов. Получается, кто не с нами, тот против нас. И, по крайней мере, со стороны России таких заявлений не звучало о выходе ЕС и о невыгодности этого союза. Ну, видите, они пытаются всегда использовать. Понятно, что соперничать с Россией экономически это невозможно нашим странам. И, соответственно, если Россия является центральным ядром этой организации, соответственно, они должны понимать, что есть определенные издержки. И без вложения в этих издержек они не достигнут того результата, которого хотят. Но они пытаются всегда почему-то переложить эти издержки на те страны, которые являются их союзниками или партнерами. То есть где-то они, я даже больше того скажу, они всегда считают себя правым. Но вы сами сказали, что многие вопросы не проработаны. То есть то, что мы имеем, закономерно. Ну, видите, научный потенциал наших стран находится на достаточно низком уровне. У нас нет специализированных институтов, которые занимаются проблемами ЕАЭС. У нас нет институтов, которые занимаются вообще просчетом каких-то отдельных отраслевых товаров или развитием отраслей. Есть отдельные институты, но в целом даже развитие производительных сил в Казахстане, оно не имеет даже научного обоснования, нет даже институтов, соответственно. Я думаю, что ЕАЭС будет жить, но в таком, я бы сказал, пока в квази-виде. И как чемодан, который нельзя нести без ручки, ну и бросить жалко. Спасибо вам за интервью. Спасибо. До свидания. Спасибо.